Приветствую вас! Тут российский поп, там даже называете Андрей Ткачуш, какая разница, он заявил, что, мол, для жителей России, для русского, умереть на фронте, это геройство, это почетно, это лучше, чем в постели, типа, что не надо бояться смерти, не надо, надо геройски побеждать. А, ребята мои родные, вы просто плохо знаете историю, и тут я понимаю, что, конечно, он полный идиот, кретин, дебил, вообще, поймите правильно, священник, что такое священник, вор, борюга, разбодник, все эти его разговоры о том, что, как он в Бога верит, то, молясь, ребята, он только в деньги верит, тоже нет. Но, чтобы правильно немножко поняли, вот этот вот призыв умереть за царя-батюшку, это не ново, абсолютно не ново, если вы думаете, ну, говорит, о, то он сказал, ну, что ж он сказал. Он практически повторил то, что, ну, скажем так, говорили, ну, всю историю Российской империи, Московского царства. Поймите, вот когда началась Первая мировая война, ведь, ну, что происходило? Собирает людей, приходит поп, читает, то же самое, умереть за царя-батюшку, за Россию умереть, за какую черту Россию? То же самое, говорит, ой, за Россию надо умирать, это хорошо. И кадилов помахал, и людей на фронт. Причем, опять же, так же, вот, знаете, все повторяется то же самое, что сейчас в России. Соврали людей, оружие не дали, обмундирование не дали, бросили на фронт, там их побили, о, все. Зато священник призвал их умереть за царя-батюшку. Все то же самое, абсолютно. Тут, по большому счету, действительно, современная Россия очень много совершает тех ошибок и, ну, как бы делает кальку из того, что было в Российской империи. И к чему довела Российская империя. Да, 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 ребята, не удивляйтесь, во многом случае вот эти вот проповеди потом вылезли боком. Я встречал людей, которые пережили гражданскую войну, не удивляйтесь. И задавал такой вопрос, ну, вы, возможно, читали историю, ну, знаете, что священникам во время гражданской войны довольно много доставалось. Были случаи, что их, ну, расстреливали просто, приходили, а священник расстреляли просто, не потому, даже не потому, что там хотели его грабить. Нет, просто приходили, расстреляли, ну, случаи были, вот заходят в город, причем и красный, и белый, и зеленый, там уже понятнее. А, священник расстреляли. И я задавал людям, почему такая была жестокость по отношению к священникам. Мне человек, который пережил гражданскую войну, взрослый человек, что правильно сказать, объяснил, он их самый виноват. Нет, да, да. Ну, вы понимаете, в людей сформировалась, ну, за времена Российской войны такая ненависть до священников, такая ненависть до их лжи, до их такого, ну, подхалимаш. То есть, понимаете, что происходило? Вот тот человек, с которым я беседовал, он участник Первой мировой войны, самый настоящий. И это все, как бы, говорит, понимаете, получается так. Тебя бросают в бойню, а этот поп тебе говорит, вот хорошо, пускай тебя убьют, ты за рот. Ну, чушь, ну, понятное дело, что когда все развернулось, они начали искать этого попа, чтобы его убить, чем знал. Так что я скажу, о, ошибаются те московские попы, которые пытаются угодить царю-батюшке. О, ошибаются. Начнется бунт, будут их вылавливать, первыми к стенке ставить. За их слова, за их призывы умирать за беззубого щенка Володьку Путина. А вообще, постойте, вы вот хотите умереть за беззубого щенка Володи Путина? Как, а? Что хотите? Будет замечательно, тогда вас на фронт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова